Ну что, друзья, продолжим нашу работу. Я думаю, что это время мы провели с пользой. Во-первых, кто-то заходит еще, у нас увеличивается количество. Ну а те, кто знает уже, мы обычно это время используем для наиболее актуальных видеорепортажей, роликов. Именно непосредственно со стройплощадки, с Экотехнопаркой, с КБ, с наших партнеров, которые с нами работают. И поэтому сегодня, естественно, мы не можем не остановиться. И основным событием, которое сегодня мы бы хотели серьезно обсудить и показать именно как результат работы, это именно взаимодействие, работа с нашим партнером. Тут уже можно без преувеличения сказать личным другом Анатолида Ивницкого. Это Родом Хуком, ему 82 года. То есть это очень достойный политик, бизнесмен, очень серьезный человек в сфере именно активной жизни Австралии. И почему сегодня мы уделяем... Так, видео уже выключено. Это видно, если интернет притормаживает, то может еще хвост идти. Поэтому сейчас... Либо перезайдите, если до сих пор идет видео, либо оно сейчас закончится, не это самое. Все, давайте. Так вот, друзья, Род Хук, да, действительно, он очень такой активный человек, очень с таким здравым живым умом, очень такой петливый. И я могу сказать, что он позавчера второй раз за последние полгода прилетел в Эко-технопарк, в Минск, с большой делегацией. Об этом Алексей еще более подробно скажет, и о составе делегаций, и о каких реальных работ ведется. Вот, я просто несколько напомню для тех, кто не знает, кто-то вошел, или для тех, кто уже в процессе на... в чьих глазах это происходило. Вот, друзья, это работа, которая именно отстроена уже нашей инвестпроводящей системой, когда наш активист, наша активная девушка, которая живет, женщина в возрасте, которая живет в Австралии, которая с самого начала вошла в проект, поверила, заинтересовалась. Вот, она донесла информацию до Рода Хука, она почти полгода ему послала различные материалы, убеждала, что это интересный проект, потом убедила его выйти на скайп, он вышел сначала со мной на скайп, потом Алексей подсоединился, потом Виктор Бабурин, потом организовали встречу по скайпу с Антальд Арчем Юницким, вот, потом он приехал, уже когда строилось, и с этого началось уже сотрудничество, очень серьезное, такое плодотворное. Создана управляющая компания в Австралии, намечены там уже десятки проектов, уже выбраны трассировки, вы видели из репортажа, уже есть комментарии и правительственных чиновников, министра транспорта, и ряда депутатов, и крупных инвесторов, и буквально три недели назад Род Хук провел такую активную информационную презентацию технологии SkyWay, получил огромнейшие отзывы, и на него вышли очень серьезные инвесторы с предложением уже и разработки месторождений, и строительства уже и кольцевой трассы вокруг Австралии, это вечная мечта всех австралов, там, кольцевой трассе, с тех пор, как они там живут, и, соответственно, увидели в этом новый этап, новый скачок развития Австралии. И вот позавчера очень представительная делегация во главе с Родом Хуком, опять в Москве, в Минске, извините, это, соответственно, оговорка, даже не по Фрейду, то есть в Минске, в Марьиной Горке, они работают, активно разрабатывают проекты, есть интереснейшие бизнес-предложения, которые сегодня делаются, разрабатываются, поэтому, друзья, это общая работа, которая сегодня говорит о том, что эта работа началась более полгода назад, она дала свои результаты, она развивается вместе с проектом, и если какие-то умники сегодня будут говорить, что за три года ничего в проекте не произошло, ну, друзья, давайте опираться на мнение Рода Хука, который просто был поражен тем объемом работ, которые сделаны за время его отсутствия, то есть он был всего где-то три или четыре месяца назад в экотехнопарке в конструкторском бюро, он увидел, как строится, и идея юнибайков, которая родилась уже после его отъезда, сегодня он уже видит не просто воплощение этой идеи, а уже строительство, уже установка опор, он уже увидел прототип, который сегодня готовится к выставке в Германии на техновыставку, которая будет 21-24 сентября. Это, друзья, как раз уже огромная работа, и она даст сейчас просто колоссальный всплеск интересов, и сегодня уже посыпалось ряд предложений от инвестиционных фондов, крупнейших, которые сегодня заинтересованы в работе, от крупных уже рудных компаний, которые готовы разрабатывать месторождение. Это, друзья, шаг за шагом та работа, и естественно, что если, как увидели из репортажа Фродхук, который на экотехнопарке присутствовал только при начальном этапе строительства основной анкерной опоры, который еще не видел промежуточных, не видел, то сегодня уже он реально наблюдает, как идет завершение строительства этих станций пересадочных узлов, как идет монтаж путевой структуры, и все это в ближайшее время, то есть к сентябрю и к октябрю уже будет закончено. То есть это абсолютно обозримые сроки, которые сегодня делаются. Поэтому, друзья, это как раз вот как очень серьезная иллюстрация той работы, которая у нас ведет. Это наш общий успех, к которому вся команда Skyway подошла, и естественно, что Анатолий Дурович сейчас очень серьезно подходит к переговорам, потому что там есть, приехали и инженеры, которые обсуждают уже конкретные трассировки, установки опор, монтаж станций. Там очень серьезные бизнесмены, которые рассматривают уже механизмы всевозможные финансирования. Там есть ряд в этой делегации, даже люди, которые ставят более перспективные задачи о развитии всего континента Австралии, которые тоже сейчас присматриваются к тому, чтобы применить эту технологию. То есть там, друзья, работа идет очень активно, и я думаю, что по завершению она еще будет до конца этой недели и практически всю следующую неделю. Мы увидим репортажи, мы увидим отчеты, мы увидим комментарии и Виктора Бабурина, я думаю, что Михаил Кориченко в традиционной для себя очень такой эпатажной и очень такой положительной форме. Ну и, конечно, будем ждать самих комментариев от Антолида Чевиницкого, потому что из первых уст необходимо увидеть, услышать результаты, потому что дальше будет выстраиваться определенная новая стратегия, дальше будет выстраиваться уже конкретные адресные проекты с привлечением, уже с привязкой к конкретным проектам, с привязкой уже к конкретным инвесторам. Поэтому, друзья, это все активнейшая форма работы, и здесь мы с вами участники этого процесса, потому что все, что строится и делается, это сегодня наша заслуга, это заслуга инвестпроводящей системы, это сегодня заслуга того сообщества Skyway, которое сегодня взяла на себя ответственность, несмотря ни на что, двигать этот проект, развивать этот проект, содержать конструкторское бюро, взять на себя основные затраты по строительству. И мы это, друзья, как раз делаем, и то, что сегодня происходит, каждый из вас является со-работником, со-причастным к этой работе, и здесь, друзья, из песен слов не выкинешь, это наша совместная работа, и когда будет результат, это будет наш совместный результат. И здесь как раз мы говорили, что по нашим оценкам, по нашим серьезнейшим прогнозам, мы октябрь, ноябрь, декабрь планируем уже в том виде краудинвестинг с теми венчурными премии, который сегодня будет реформирован, преобразован в другую инвестпроводящую систему. Соответственно, вход в корневую технологию в том виде, как он сейчас, он будет прекращен, и это означает, что те инвестиционные пакеты, которые мы с вами сформировали, они начинают приобретать цену, они начинают капитализироваться, они становятся активом. И это, друзья, как раз не означает абсолютно, что наша краудинвестинговая система прекращает существование и она будет распущена. Нет, друзья, наоборот, на нее будет возлагаться более серьезная система, она будет реорганизована, наверное, в один из крупнейших инвестиционных фондов, потому что мы с вами обладаем сегодня колоссальными активами, если сегодня учитывать те венчурные премии, которые сегодня есть. И мы, соответственно, дальше под управлением этими пакетами будем создавать инвестиционный ресурс, который будет развивать адресные проекты, именно свои адресные проекты, которые будут развивать новые направления группы технологий SkyTech, которая сегодня идет из инженерной школы, которую возглавляет Анатолий Владимирович Ленинский. Соответственно, это все будет дальше двигаться. И здесь я, друзья, очень смело говорю слово «будет», потому что вы помните наш принцип, и изначально, когда два с половиной года назад, а в октябре будет ровно три года, в дату проведения октябрьского фестиваля «Октябрьфеста», как мы его сейчас называем. Соответственно, мы изначально с вами декларировали и показывали цели, что мы говорим, создадим конструкторское бюро, хотя в это многое не верил никто. И Анатолий Владимирович единственный человек, наверное, который говорил, что я смогу это сделать и сделаю. Когда говорили, что мы получим землю, что мы начнем заказывать и делать строительство, изготавливать юнибусы, юнибайки, готовиться к демонстрации, к испытаниям, сегодня, друзья, это идет все полным ходом, и сегодня слово «будет», оно уже здесь не подходит. Мы это делаем. Поэтому, когда сегодня мы произносим слова, что мы создадим и будет создан крупнейший инвестиционный фонд, это, друзья, исходит из очень простой логики, что нас с вами сегодня уже приближается к 100 тысячам активных инвесторов, то есть это не пустые, кто зарегистрировался и следит, а иногда даже не следит, а тем, кто каждый месяц участвует в проекте. И таких людей, друзья, приближается к 100 тысячам человек. То есть это перешагнуло уже рубеж 80 тысяч. Это те, друзья, еще раз, кто участвует в проекте каждый месяц. Я хочу об этом обязательно повторить. И, друзья, когда говорят, что мы действительно перешагнем рубеж к осени полмиллиона, миллион человек, и люди, которые будут обладать инвестиционным ресурсом, которые мы обобщим в общий фонд, друзья, я могу сказать, что это будет мощнейший инвестиционный фонд. И он будет давать не 30-40% годовых, как сегодня дают хиджи фонды, он будет давать намного выше, потому что мы будем инвестировать именно в высокодоходные проекты с применением технологии Skyway. Мы будем разрабатывать новые направления SkyTech. это научное направление, которое идет, группа технологий, которая идет за хай-теком. Я не раз это произносил. Хай-тек это высокие технологии, а что идет следом за высокими технологиями? То есть следующее инвестиционное развитие это что? Надвысокие, супервысокие, хайвысокие там. Поэтому, естественно, это Sky-технология, это SkyTech, это высокие технологии. Мы по аналогии будем делать, соответственно, свою долину. Это будет Небесная долина, которая будет именно научным центром, где она будет определиться во времени. То есть сегодня основная ее часть, научная часть, она делается в Марьиной горке в Белоруссии. Обязательно будет в Юго-Восточной Азии создан свой экотехнопарк. Обязательно будет на американском континенте свой экотехнопарк. Потому что мы говорили, друзья, мы вне политики, мы вне конкуренции, мы находимся в своем поле. И, соответственно, для того, чтобы диверсифицировать и работу, и рынок, у нас будет несколько научных площадок, у нас будет несколько центров, которые будут делать. И поэтому, если у кого-то когда-то возникнет желание задушить, прекратить или ликвидировать технологию, то этого сделать уже на сегодняшний момент невозможно. Потому что диверсифицируются риски, раскладывается вся система и проектная, и производственная, и интеллектуальная, и даже хранение интеллектуальной собственности, она тоже сегодня устроена таким образом, что напрямую подобраться в год к этому будет невозможно. Поэтому, друзья, это вот то, что сейчас касается работы с Родом Хуком, с этим очень, скажем, таким порядочным, очень научно просветленным. И человек, которому 82 года, и который весьма обеспеченный человек, мог бы спокойненько уже сидеть на берегу океана, ловить рыбу или, так сказать, смотреть телевизор. Тем не менее, он нашел в себе силы. И это, друзья, тоже очень показательный пример, потому что уже из наших активистов, из наших людей, кто работает, то есть я не раз приводил пример Любови Хлебниковой из Междуреченской, которая приезжала женщина, которой там 78 лет, и тоже вместо того, чтобы сидеть у печки и уже, так сказать, спокойно наслаждаться покоем, люди ездят по конференциям, приглашают людей, активно работают. И я могу сказать, что Skyway дает вторую жизнь и для людей, которые имеют возможность сейчас заработать, и для людей, которые уже в преклонном возрасте, которые верят. Это как раз, друзья, то, что делает сегодня Skyway, то, что мы сегодня с вами делаем. Вот, поэтому я сейчас тогда передам слово Алексею. Вот, он, как всегда, даст свой взгляд на то, что происходит, прокомментирует то, что с Рудом Хуком, как дальше действует, развивается, потому что у него несколько более свежая и более расширенная информация. Вот, а дальше мы с вами, как всегда, подведем там ряд итогов и покомментируем те события, которые нас ждут в ближайшее время в мире. Благодарю, Сергей Анатольевич. Дорогие друзья, ну, собственно, происходит то, что мы с вами все ожидали на самом деле, и мы к этому шли. И я могу сказать, что да, действительно, как бы в Австралии началась очень серьезная игра, как говорится, вся наша жизнь игра, и, собственно, эта концепция заключается в том, в том числе, что наш проект диверсифицирует риски, то есть может произойти все, что угодно. До возможности закрытия финансирования в корневую компанию мы всегда будем повторять на самом деле, что проект венчурный. И вот мне очень понравились слова Виктора Тарасова. Опять же, рекомендую всем посмотреть его вебинары, потому что это действительно мощные вебинары, это действительно специалист большой буквы по институционной грамотности, по финансовой грамотности. Не то, что какой-то коучинг и так далее, фраза из книжек, именно опыт, и он назвал венчурный проект, я и сам в своих презентациях начал пользоваться этой темой, что тот венчурный проект, который на сегодняшний взгляд не имеет в прошлом запуска, то есть он не запустился еще, и соответственно люди только поэтому рискуют в него инвестировать, и есть разные типы венчурных проектов, то есть они могут быть, ну подразделим их на два типа только, то есть либо это будут понятные проекты, либо это будут непонятные проекты. Если вам интуитивно понятен проект, а не то, что там допустим нанороботов делают, которые в ваших сосудах будут, к примеру, очищать сосуды, или что-то в космосе даже, не как общепланетарное средство, где-то вообще далеко в космосе, ну например сейчас инвестиция в полете на Марс, чем занимается Маск, и также вот меня поразило, как вот в СМИ на самом деле можно говорить о том, что полет на Марс это будет миссия смертников. То есть фактически людей, которых Маск будет отправлять на Марс, и он в 2016 году уже и Falcon собирается супер хэви испытать, он сразу определяет судьбу человека, что скорее всего он не выживет. Вопрос вообще, кто полетит на Марс, и на самом деле, каким образом вообще поворачивается язык, таким образом мафию действительно формировать именно венчурную, и заниматься такого рода проектами масштабными, можно сказать, но я бы не стал инвестировать в этот проект. То есть проект не то, что венчурный, он гипервенчурный, и непонятно, что из этого получится. В нашем же случае, действительно, я могу сказать, что проект понятен. Мы с Сергеем Анатольевичем стараемся максимально доносить информацию на вводном технико-экономическом вебинаре, и пользуйтесь, пожалуйста, теми ресурсами, которые на сегодняшний день имеются. То есть по средам всегда, независимо от того, какая погода, где мы находимся и так далее, мы проводим вводные и расширенные технико-экономические вебинары. И, собственно, был нюанс, что многие через Google ссылку не могут скачать. Я думаю, что ссылки я обязательно сброшу, и сохраните их, и передавайте партнерам, новичкам, чтобы на вводных технико-экономических вебинарах у нас собиралось как минимум по 50, по 100 новичков, именно новичков. Ну, а, собственно, если говорить про то, что произошло по проекту в Австралии, то есть отправимся немножко в прошлое, и каким образом проект начинался. И этим планом я хотел бы вам сказать, дорогие друзья, потому что многие на самом деле сейчас обращаются и к Сергею Анатольевичу, и к Виктору Бубурину, и ко мне, к Анатолию Эдуардовичу, слава богу, к сожалению, либо, к счастью, не так просто добраться, именно вот, чтобы попасть в информационное поле, то есть уже именно такие вот крупные инвесторы общаются. А было время, дорогие друзья, когда можно было с Анатолием Эдуардовичем пообщаться и по скайпу, когда проект развивался, когда действительно формировался тот костяк, который сейчас пополняется активистами. И огромная благодарность тем людям, которые как начали развивать проект, так и развивают проект. И я могу сказать, что если говорить про те, к примеру, бонусы, вознаграждения и так далее за сетевое построение бизнеса, за сетевое развитие корпорации, на ранних стадиях я могу сказать, что было очень много различных других интересных проектов, но те люди, которые с самого начала и до конца остались проектом SkyWay, и сейчас проект SkyWay их благодарит, потому что действительно этот проект все проще и проще развивать. И на самом деле и Род Хук, и его команда встречаются с такими высказываниями, что у вас проект пирамида, что, собственно, нереально это все и невозможно. То есть ассистентки от Рода Хука писали такие люди, являясь предпринимателями и так далее. Но я могу сказать, что, как говорится, караван идет все равно, несмотря на то, что собаки лают и оппоненты лают. И начнем с того, что Рода Хука вообще-то незаконно и абсолютно незаслуженно отстранили от поста замдиректора транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии. И более того, многие люди, которые были в его подчинении, они абсолютно не поняли, почему это произошло. Но на самом деле, дорогие друзья, нас всех готовят, кто участвует активно, подчеркиваю, именно активно, в проекте SkyWay, судьба к вхождению в тот или иной момент и привнесению своей полезности в проект, ну, я могу сказать, что Род Хук очень быстро осознал, что проект SkyWay действительно реален, он возможен. И та делегация, которая была первая, то есть вот те первые видео, которые мы видели, и обязательно я сброшу вам видео, чтобы посмотрели те люди, которые на сегодняшний день только входят в проект, как начиналось и на какой стадии вообще было строительство на самом деле тогда проекта. И сегодня действительно Род Хук осознает и понимает, насколько быстро ведется строительство, насколько квалифицированно ведется строительство. И более того, я могу вам сказать, что, дорогие друзья, на Эко-технопарк приехали представители, крупнейшие строительные представители, и, естественно, они заинтересованы получить оптимальные условия, подряды будущие в проектах Южной Австралии, и не только в Южной Австралии, но и по всей Австралии. Я думаю, что абсолютно будет реален проект и кольцевая дорога вокруг Австралии. Настанет тот день, настанет тот час, и дай бог, чтобы мы с вами могли также оказывать финансирование. Ну, вот это, собственно, будет решать, естественно, головная компания. И те темпы развития, которые увидел Род Хук, они позволяют действительно, я думаю, что с огромным рвением Род Хук вернется и начнет еще больше развивать проект. Хотя, можно сказать, что это действительно идеал, и на сегодняшний день кумир, можно сказать, не сотвори себе кумира, но по развитию адресных проектов, это, можно сказать, такой идеальный на сегодняшний день случай, как человек, разбираясь в инфраструктурном бизнесе, как человек, развивший не один строительный, сложный инфраструктурный проект, как вот было перечислено в видео, и занимается сейчас проектами Skyway, и как он нащупал точку входа, в принципе, которую также мы нащупывали и в других городах, и в других регионах, и сейчас происходит общение. Но Род Хук – это тот уникальный пример, когда есть и лоббирующие силы, когда есть и проектировщики, когда есть уже и строительные организации, когда есть широкомасштабная массовая пиар-акция в СМИ, на уровне государства фактически, и когда действительно профессионально строится и создается адресный проект. Поэтому, дорогие друзья, действительно нужно учиться, и всем, кто желает адресные проекты воплощать в жизнь, это действительно живой пример, каким образом нужно развивать адресный проект. Мы с Сергеем Анатольевичем тоже учимся, и очень желаем еще больше гуще событий быть, но очень много инсайдной информации, и некоторую информацию даже по представителям, которые были, на фотографиях вы их видите, то есть мужчины, которых вы ранее не видели. Но я могу сказать, что, скорее всего, эти представители согласятся даже на условия для них неудобные, потому что просто хотят участвовать в проекте Skyway, потому что такого высококапитализированного и высокоприбыльного проекта на сегодняшний день нет. Такого широкомасштабного проекта действительно нет. И я всегда вот люблю такое сравнение, Сергей Анатольевич говорит, что это оригинальный взгляд в этом плане. Вдумайтесь в фамилию, Хук, род Хук. То есть, что такое Хук? Хук это в боксе удар, соответственно, это защита, и на самом деле фамилия абсолютно говорящая. То есть, род Хук, именно человек с таким опытом, человек с такой фамилией, может действительно оказывать не то, что сопротивление какую-то и конкуренцию современной транспортной индустрии, но наносить свой решительный шаг и двигаться в Австралии, несмотря на то, что там достаточно закостенелая транспортная инфраструктура, как и во всем мире, собственно. И очень важно, что род Хук это осознал еще на ранних стадиях, когда не было фактически еще ничего особо и построено, не было промежуточных опор установлено. И сейчас он увидел это вживую, сейчас он понимает, насколько быстро может быть строительство в университете Флиндерс в Адалаиде. Ну и также, опять же, если возвращаться к вводному технико-экономическому вебинару, я могу сказать, что род Хук также спровоцировал эффект, такой вот, ну, сетевой можно назвать. И это действительно тот способ, который мы с вами выбираем, рассказывая о проекте. То есть, есть определенная публикация по тем репортажам, которые были на центральных телеканалах. И есть сеть, через которую социальная профессиональная сеть, LinkedIn, через которую Людмила Хьюс и познакомилась с родом Хуком. И вы не представляете, какой резонанс и какие отзывы были получены на всю эту широкомасштабную акцию, пиар-акцию. Потому что сразу начали писать фактически о желании использовать эту технологию. Есть ряд проектов на территории Австралии, и более того, представители также находились. Есть определенные проекты, я не могу говорить конкретику, это имеет право сказать только представители головной компании и Анатолий Эдуардович Юницкий, лично Виктор Игоревич Бабурин. И, собственно, факт заключается в том, что есть компании, которые понимают, что с помощью технологии Skyway лишь они смогут решить свою строительную задачу, производственную задачу. Потому что другая транспортная инфраструктура просто эту задачу не решит. И это достаточно серьезный по стоимости проект. Ну и, собственно, такие проекты серьезные, которые вереницей действительно тянут вот этот пилотный проект в университете Флиндерс. Но мы не то что думаем, мы понимаем, что он обязательно родится. И если вот, допустим, проект «Поехали» и так далее, то есть он именно был как концепция донесения информации важности рынка юнибайков, чтобы этот вектор стал применяться. И, кстати, очень важный момент, что, дорогие друзья, Родхук, скорее всего, не был в курсе на тот момент о юнибайках. Не то что, скорее всего, тогда еще концепция юнибайков была в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но, естественно, это не получило такое широкое распространение и создание технической документации, создание уже, не побоюсь этого слова, программного обеспечения для мобильного приложения юнибайков. И очень много нас интересного ожидает с этими мобильными транспортными коммуникаторами. И очень много и с Сергеем Анатольевичем сейчас мы думаем и додумываем именно по концепции стратегии юнибайков. И я могу сказать, дорогие друзья, что вот этого потенциала еще Родхук не знал. И наверняка была рассказана концепция также и юнибайков. И, собственно, более чем уверен, что Родхук как минимум был удивлен, что такое направление также будет продемонстрировано уже осенью 2016 года. И это очень важно, потому что это также массово можно применить на территории Австралии. Потому что территория Австралии – это, естественно, также очень серьезная туристическая рекреационная зона. То есть спортивно-развлекательный туристический инфраструктурный комплекс во главе с подвижным составом юнибайк абсолютно логичен к применению на территории Австралии. Ну и вы видите также достаточно серьезное действие. И никто, как говорится, не заставлял, никак это не было спланировано. Более того, наш в данном случае фотограф замдиректора по развитию Виктор Игоревич Бабурин фотографировал это все. И вы видите, с каким энтузиазмом и с какой щепетильностью Родхук занимается посадкой. И потом не просто это какое-то символичное именно действие, посадка дерева, и все, все разошлись. А далее также бережно Родхук. Меня это поразило, если честно, потому что люди такого уровня, такого масштаба, и совершают такие действия, это стоит многого, дамы и господа, когда бывший замминистра транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии поливает елочку на территории экотехнопарка. Это очень серьезное действие и очень показательное действие. Ну и, собственно, Сергей Анатольевич сказал, что фактически уже дружеские отношения у Родда Хука и Анатолия Эдуардовича. Я думаю, что очень плодотворно это будет союз, тандем. И таких, будем искренне надеяться, людей. И есть такая еще, собственно, команда таких людей. Вот мы вам рассказывали с Сергеем Анатольевичем про выходы на международные фонды и так далее. И на самом деле точек входа к тому, что, да, действительно, возможно то, что в 2017 году закроется финансирование, возможность финансирования корневую технологию, их становится все больше. И это уже даже не говорит о том, что фактически мы, как фонды, растем в геометрической прогрессии по поводу развития проекта Skyway и по поводу привлечения инвестиций, по поводу того, что фактически ежедневно более 50 тысяч активистов рассказывают о проекте. И сейчас еще больше улучшается информация. Кстати, зайдите в свои инструменты партнера и посмотрите лендинг. Он самый нижний. Замечательный лендинг. И, собственно, я думаю, что станет хорошим инструментом в продвижении проекта, потому что там фактически рассказано все первоначальное, что необходимо знать о проекте. Ну, а, соответственно, давай лендинг, приглашайте на вебинары. Естественно, просим вас приглашать на вводные технико-экономические вебинары. И, собственно, там мы информацию действительно с Сергеем Анатольевичем постараемся донести максимально четко, доходчиво, быстро, емко и лаконично. Ну и, собственно, остается ожидать, каких новостей нам принесут все эти переговоры. Но одно я могу сказать, что благодаря тому, что технология SkyWay одна из самых эффективных, и не то что одна из, на мой взгляд, самая эффективная технология по коэффициенту полезного действия... Так, пожалуйста, не трогайте фотографии, кто трогает. По коэффициенту полезного действия колеса, по коэффициенту аэродинамического сопротивления и так далее, самое эффективное. И по быстроте строительства, по эффективности строительства, по дешевизне, по безопасности, по комфорту. Таких качеств можно назвать очень и очень много. Это действительно заставляет фактически магнитом притягиваться профессионалов своего дела, которые могут еще больше ускорить развитие. И ни у кого, я думаю, не возникнет сейчас сомнений, что мы дойдем до победного, что да, будет осенью 2016 года продемонстрирована технология, городской пассажирский транспорт, юнибайки, естественно. И до этого будет очень серьезная встреча лицом к лицу, либо с оппонентами, либо с дружественными компаниями. Скорее всего, и то, и то. И это будет очень такая серьезная точка развития, новая точка развития проекта, когда мы станем не просто видимыми для большинства наших конкурентов, и, собственно, стратегия международной группы компаний SkyWay стремится к развитию именно в том направлении, чтобы не конкурировать, а приходить в первую очередь в те направления, в которых невозможно сегодня к применению современной транспортной инфраструктуры. И Ротхук это понимает, поэтому, собственно, были интервью и с министрами, вы видели это на центральных телеканалах Австралии. И, собственно, как говорится, без особых боев, так скажем, без сильной конкуренции, именно вот такой агрессивной конкуренции, мы с вами обязательно войдем в рынок, какой процент покажет история, практика. Но, собственно, ждать осталось не так долго, и до конца 2016 года будет очень серьезный этап. Это помимо тех 15 этапов, это, знаете, такой этап, когда определяется очень многое. И, собственно, в 2017 году не сказать, что нам будет проще, начнется еще более серьезная масштабная игра, потому что только таким образом, именно серьезно уже предпринимая действия, мы построим SkyWay, мы спасем планету и дадим дорогу в мир Транснету. Благодарю за внимание. Ну, собственно, как обычно, наш младший брат подводит иногда интернет, и хотел бы сделать анонс такой небольшой по конференциям. Дорогие друзья, обязательно заходите на календарь. Я сбрасывал анонс, то есть у нас будет 18 июня конференция, на которой будет вещать Сергей Антольевич. Это не то, что конференция, и даже вот определенные, не то что споры, но недопонимания возникли по этому поводу. Я также сейчас вам сброшу конференцию в Германии, которая организована, нет SkyWay Capital, нас туда пригласили, там будут представляться еще различные инвестиционные проекты. Ну, собственно, кто пожелал, записался в Google форму, я передам данные организаторам конференции. Далее 30 июня будет конференция в Казани, там будет главным спикером также Сергей Анатольевич. Проследует уральские конференции, то есть это три города и три дня вещания. Первое, второе, третье июля. Ну и, соответственно, далее вот ближайшие даты, это 5-6 июля уже Словакия. В Словакии планируются очень серьезные переговоры с потенциальными крупными инвесторами. Если получится, то нас ведут с высшими властями, которые ответственны за транспортную инфраструктуру. И, собственно, Словакии обещают собрать как минимум 300 человек. Представьте себе, что рынок Словакии начал развиваться всего лишь каких-то чуть больше 4 месяцев назад. И уже 300, я думаю, что не за горами и 1000 человек вот этих вот действительно боевых европейцев, которые готовы строить Skyway, готовы спасать в данном случае, если не планету, но хотя бы Словакию, Чехию. И более того, готовы конструктивно и эффективно инициировать адресные проекты, выводить на проектировщиков. Но, собственно, пример у нас есть, это то, как это делает Ротхук и та юридическая схема, которая уже создана. Ну и вот буквально несколько также, дорогие друзья, фотографий с сборочного цеха. То есть здесь создаются подвижные составы один к одному. Это очень закрытое помещение. Вот вы уделили те фотографии, которые в социальных сетях. Виктор Бабурин выкладывает. Ну, собственно, значит, можно их выкладывать. И вы видите, что все ограждено, все завешано баннерами. Потому что это действительно такой вот уже стратегически важный объект. И если раньше ее мобилю не удалось совершить революцию в современном автомобилестроении, то нам обязательно удастся совершить революцию уже в транспорте второго уровня. И я хотел бы вас предупредить, дорогие друзья, что на самом деле у нас будет значительно ускоряться смена дискаунта. Я не буду говорить конкретных дат, но именно по тем темпам, которые наращиваются действительно неимоверными оборотами сегодня, скорее всего, вот эти вот оставшиеся получается 8 этапов мы пройдем, я не могу сказать за какое время, но быстрее, на мой взгляд, сугубо моя оценка, чем мы прошли вот эти 7 этапов. Потому что наш проект сейчас развивается все больше и больше, стремительнее. И, соответственно, все больше профессионалов присоединяется в ЗАО «Струнные технологии». Вот, собственно, Виктор Тарасов, про которого мы вам говорили, немножко приоткроет завесы тайны. Но человек, который, собственно, является победителем, вот эта трейдерская награда, очень серьезная и очень важная и в трейдерской тусовке, и вообще именно в вещании, и в информационном поле современных инвесторов, он изъявил желание, и сам лично, вот так же вот действия ценятся, дорогие друзья, действия, инициатива ценятся, а не то, что мысль, идея. И Виктор Тарасов, он изъявил желание, и, собственно, через несколько дней будет на Экотехнопарке, также это все увидеть своими глазами. Ну, и я думаю, что мы с вами привыкли все к тем событиям, которые происходят, и привыкли к стремительному обороту новостей. Собственно, 18-го числа примерно, возможно, задержится австралийская делегация, и далее у нас будут новости уже и после переговоров с Виктором Тарасовым, потому что там будет формироваться стратегия, который, так, буквально вскользь затронул Сергей Анатольевич, но которая позволит нам получать с вами более 20% годовых, а, как говорит Виктор Тарасов, и именно наш человек, которого можно выступление разбирать на цитаты, все, что больше 20%, Спасибо, Алексей. Что-то меня выкинуло, никак не мог долго войти, не впускала комната. Вот, ну, ничего. Важно, что скоро, а когда, Наталья? Ну, как мы говорили, это обратный выкуп, скорее всего, начнется вместе с закрытием в корневую технологию, то есть это до конца года. Потому что пока не закрыли вход, мы, как компания, которая привлекает и размещает инвестиции, которая реализует адресные проекты, и как раз экотехнопарк Марьино-Горка, это и есть первые адресные проекты строительства. Когда задают вопрос, а где сейчас строится Skyway, друзья, вы четко должны говорить, он строится в экотехнопарке в Марьино-Горке, там идет строительство, и заказчиками, но мы с вами, как инвестпроводящая система, мы заказываем, оплачиваем и строим эту систему. Ну, это ударом. Вот, поэтому строительство активное сейчас идет, и закрытие будет к концу года, когда инвестиции будут приходить уже через другие системы, через институциональные фонды и банки, и через размещение займов и облигаций, и через прямые инвестиции в адресные проекты, когда именно уже заказчики, те, кому нужна будет эта технология, будут конкретно оплачивать эту работу. Друзья, мы ожидаем, что эта работа, во-первых, уже делается, это раз, а во-вторых, она будет очень существенно набирать обороты, именно после сентябрьской презентации, мировой презентации в Берлине, на мировой транспортной выставке, и второе, это после нашего Октябрь-феста, то есть, когда в октябре будут продемонстрированы уже основные узлы технологий. Соответственно, это будет уже очень громкое заявление, и реально вход на мировой такой инвестиционный рынок. Соответственно, к этому времени будет подготавливаться, и будет либо конвертация этих обязательств, которые у нас сегодня есть, уже в продаваемые инструменты, либо просто прямой выкуп, это сейчас будет уже решаться на уровне финансовой стратегии, которая сегодня готовится, которую сегодня делают, и, скажем так, финансовые игроки, которые понимают, к чему идет и что будет дальше происходить за развитием технологий, это как раз сейчас будет происходить. Поэтому, друзья, я бы хотел еще по поводу покупки земли на Дальнем Востоке, но это давайте, Евгений, я в конце отвечу, потому что эту тему мы уже сколько раз касались, фактически мы ее сейчас закрыли, вот эту тему, что тот закон и та система, которая принята в Российской Федерации по гектару земли на Дальнем Востоке, она бы сегодня для нас интереса не представляет. То есть, заявлено было одно, говорилось об одном, а то, что как всегда сделали эти чиновники, это, в общем-то, никакое отношение к тому, что до этого говорил Трутнев на встрече с Путиным, никакого отношения не имеет. Но давайте, друзья, на эту тему сегодня касаться не будем. Так вот, друзья, чем интересен знаменательный момент, который сейчас вот мы с вами осветили, очень так обстоятельно сегодня, с разных сторон посмотрели на вопрос и работы с Родом Хуком, и с крупными инвесторами, потому что вот у меня сегодня, могу сказать, весь день практически расписано, у меня очень много идет встреч в Скайпе с крупными инвесторами, с потенциальными инвесторами, с теми, кто уже крупные бывшие чиновники, нынешние чиновники и России, и Киргизии, и Казахстана, и других стран. В Болгарии сейчас активно идет работа на правительственном уровне. Это все показывает о том, что работа дает результат. И как сам Род Хук появился, и сегодня вот готовятся в Латвии переговоры с бывшим президентом тоже республики, это говорит о том, что бывшие чиновники, они более восприимчивые сегодня к инновациям, к развитиям, потому что у них есть время, они не так завязаны на оперативное управление, и они не так сегодня завязаны в те рамки, которые сегодня действующие чиновники сегодня тиснут. Поэтому эта работа идет, и вот с Родом Хуком это очень такой знаменательный, хороший результат. Я вот буду в Германии пятницу, субботу, воскресенье, это Ганновер и конференция, которая там будет проходить, меня попросили встретиться там вот сейчас с рядом крупных бизнесменов, которые сегодня готовы уже рассматривать инвестиции в адресные проекты и на территории Германии, и не только в Европе, но и в Азии, и в Америке, и в Израиле. Вот, также очень интересный момент связан с именно встречей с бывшим министром транспорта Германии, я тоже как аналогию провожу, что также на московской конференции ко мне подошла женщина и спросила, а можно ли вот, когда вы будете в Германии, вот такую персональную встречу, вот, это, друзья, с учетом опыта и к тому, к чему привела работа с Родом Хуком, конечно, мы на это настроены, конечно, все силы и все время, которое есть, мы будем этому уделять, поэтому тоже, друзья, то, что Алексей уже говорил, я просто сейчас дополняю и усиливаю этот вопрос, что, друзья, не стесняйтесь, смотрите, если кому-то надо оказывать дополнительные консультации, если кому-то нужна дополнительная аргументация, выходите на Алексея, выходите на меня, где мы можем подключать и отвечать своими силами, будем делать так, если надо еще каких-то специалистов из конструкторского бюро, там, или вплоть до разговоров с самим Антоном Довичем Юницким, когда это будет необходимость, и тоже такие вопросы иногда возникают, тоже все это можно организовывать, делать, поэтому, друзья, эта работа живая, она вся направлена на результат, и здесь каждый из нас сможет привнести свой вклад. Теперь по встрече, которая будет в субботу, 18-го числа, она начнется в 10, мое выступление будет где-то в 11-11-30, мы обязательно постараемся его транслировать в Перископе, поэтому, если кто еще не научился или не знает, как пользоваться Перископом, поэтому установите приложение, следите там за объявлением, и через именно приложение Skyway Capital я постараюсь сделать эту презентацию. Друзья, то есть я сознательно сам очень сильно поднял планку для этого выступления, потому что там будет около 50 инвесторов, которые готовы инвестировать, и они регулярно собираются, это инвестиционный клуб, они регулярно собираются, чтобы выбрать проекты и принять решение, инвестировать или не инвестировать в тот или иной проект, и таких инвесторов каждый раз собирается не менее 50 человек. Формат встречи заключается в следующем, что презентуются где-то 8-10 проектов, на презентацию дается до 15 минут, и соответственно за 15 минут надо довести до инвесторов информацию, чтобы они заинтересовались, потом час перерыв, и после часа уже начинают работать круглые столы, и соответственно инвесторы уже работают с теми проектами, которые их заинтересовали. Поэтому, друзья, вы в Перископе увидите, как я в прямом эфире для 50 инвесторов буду делать презентацию, я очень серьезно к этому готовлюсь, это очень серьезная работа, потому что за 15 минут полностью донести информацию соответственно очень важно. Это раз. И вторая, конечно, мы с вами потом также в Перископе в прямом эфире после перерыва увидим, сколько из 50 человек, то есть из 50 инвесторов, сколько подключилось к Skyway, и сколько людей решило дальше продолжить работу. Поэтому для меня это, друзья, как будет экзамен в прямом эфире, поэтому я иду на это с определенным риском, потому что я не знаю, что из этого получится, я не знаю, какой будет результат, и соответственно не хотелось бы потом сидеть в одиночестве и после презентации один на один с кем-то разговаривать. Ну, всякое бывает, но, друзья, давайте вместе попробуем в этом процессе поучаствовать. Всяком случае, вы как те, кто будет в Перископе, будете меня поддерживать, я буду знать, что я не один, и я делаю эту презентацию, вы смотрите, соответственно, участвую в этом процессе, а дальше я еще и попрошу потом некоторых участников, которые будут принимать участие, чтобы они еще и для вас там что-нибудь сказали, свое мнение, свое это, поэтому мероприятие, друзья, это новый абсолютно формат, я ни разу не участвовал в такого рода мероприятиях, я ни разу, тем более, еще в прямом эфире не делал презентацию, тем более, под ответственность, когда заранее введен уже такой элемент состязательности, что из 10 проектов, которые будут презентоваться, потом круглые столы, и, соответственно, кому большее количество подходит, это и есть уже определенный результат, поэтому, друзья, здесь я могу сказать, что некое волнение при этом присутствует, потому что это уже настоящее Сậy, кожавые сутки, пот corresponds Продолжение следует... Несмотря на то, что это мероприятие, казалось бы, не конференция традиционная, именно Skyway Capital, но такой вот мастер-класс я очень хотел там присутствовать и было в планах, но на самом деле клонировать себя пока что, по крайней мере, невозможно еще, и я должен быть одновременно в другом месте, поэтому в Германию, собственно, я не смог поехать. Но я в Перископе обязательно буду смотреть и, дорогие друзья, более того, я могу вам сказать, что Руслан Багиров записал отличное видео, благодарность огромная Руслану. Я попросил, каким образом, то есть там прямо демонстрация с экрана, вот не поленитесь, дорогие друзья, ну вот это действительно очень просто. Давайте смартфониться, компьютеризироваться, транснетиться, потому что к этому действительно все придет. Нужно чувствовать ногу технологического прогресса и использовать это. Пожалуйста, разберитесь, потому что по этой демонстрации, буквально по демонстрации экрана смартфона очень просто понять, каким образом... Приношу извинения за интернет, так сказать, видите, регулярно выкидывает, но ничего страшного. То есть были у нас вебинары, помните, когда выкидывало каждые 45 секунд. И тем не менее мы два часа работали, и люди с усердием и с настойчивостью каждые 45 секунд входили. Поэтому, друзья, давайте, вот как Алексей сейчас уже говорил, действительно, это просьба такая, что Перископ подключать. Не исключено, что мы в ближайшее время еще подключим какие-нибудь именно приложения для смартфонов. У нас есть в планах вообще и систему вебинаров даже перевести, чтобы их можно было в любом, где есть интернет, чтобы можно было со смартфона, если у вас есть... чтобы можно было... чтобы вы смотрели и была такая возможность и со временем. Просто это тренд, друзья, это время о том, что смартфон все больше и больше на себя берет функций. И, по сути дела, неважно даже привязанным компьютер или нет, через Перископ, через Твиттер или через там Вайбер, допустим, можно всегда будет участвовать в вебинаре, участвовать в каких-то конференциях. Мы обязательно будем туда делать основные события, транслирующиеся, которые идут. То есть, по сути дела, это новая форма сейчас такого построения уже мессенджера, то есть построения общения. Вот. И давайте это использовать. И вот сейчас, я думаю, что в воскресенье у нас технического сбоя, в субботу, извините, технического сбоя не будет. С точки зрения интернета, с точки зрения трансляции. И мы вот такую вещь как бы сделаем. Тем более, что я сразу ввожу определенную интригу, друзья, что там будет определенная форма состязательности. То есть, первое, это очень емкий, короткий доклад, который должен заинтересовать. И потом, это уже работа непосредственно с инвесторами для того, чтобы получить результат. Естественно, что результат это будет приход в проект, соответственно, и новых инвесторов, и новых партнеров. Поэтому давайте отработаем такую форму. А дальше будем... Партнер наш по этому мероприятию называется Европейское агентство инновационных проектов, инвестиционных проектов. Очень серьезное такое сообщество бизнесменов. И это у нас пробная такая работа. И если она пройдет, то мы это будем делать в нескольких странах Европы. И в Германии, в принципе, мы сейчас уже договариваемся. Буквально я три дня назад встречался с руководителем этого агентства. И мы при... Вы понимаете, да, что на неудачу никто не закладывается. А при вопросе, когда это сработает и будет удача, то мы эту работу будем делать системной. Вплоть до раз там сначала в два месяца или даже раз в месяц такой клуб проводить в Германии. А потом уже и по другим европейским странам, потому что опыт работы у этого агентства есть большой. Естественно, для нас это очень интересная форма работы, потому что это сразу работа с большим количеством уже подготовленных инвесторов. Потому что они заранее все получили материалы. Мы заранее им разослали уже информацию о проекте. Я везу туда большое количество еще и материалов, и то, что было презентовано Анатолием Геницким в техсовете при Минтрансе. От нашего хорошего качества изготовленной брошюры на русском и на английском языке. Поэтому материала там будет достаточно. И как раз сейчас задача, чтобы донести эту информацию до тех, кто готов включиться в проект уже на такие серьезные инвестиции. Чтобы была четкая, понятная, прозрачная информация о компании, о юридической схеме, о финансовой схеме, о расходовании средств, о доходности, которая идет и о результатах, которые будут положены. Вот, друзья, как раз вот это вот мы все и будем с вами в субботу общими усилиями для этих инвесторов демонстрировать. Поэтому, давайте, это большая серьезная работа. Вот, мы с Алексеем как раз, зная этот формат, то есть вот эти вводные вебинары, которые мы с Алексеем вели вот с такой настойчивостью уже практически 4 месяца, это как раз и была, друзья, подготовительная работа, когда надо кратко, очень емко и убедительно рассказать информацию о проекте и убедить человека подключиться к проекту. И, соответственно, вот этим, друзья, мы с вами как раз и занимаемся. И вот та отработка вебинаров и то, что мы с Алексеем каждую среду ввели вводный вебинар, это как раз и была подготовка вот к этой встрече. И, по сути дела, в субботу у меня будет маленький все-таки, но экзамен. Значит, начало еще раз, там вся информация есть, начало в 10, и когда будут презентоваться все проекты, моя презентация будет примерно в 11-11-20. Соответственно, заранее я в перископе дам об этом информацию, потому что я думаю, что презентацию всех проектов, наверное, показывать смысла нет, потому что они будут на разные темы, вот, а свою презентацию я проведу, и потом уже будет включение, когда начнутся, когда начнутся уже непосредственно работа по круглому столу. Ну вот, друзья, я считаю, что эта неделя у нас для SkyWay прошла очень важно и очень продуктивно. Идет активнейшая работа сегодня в Минске, в Экотехнопарке. Ротхук продолжает активно работать на пользу SkyWay и на пользу планеты. То есть, как вы видите, что настойчивость его не уменьшается, активность, наоборот, и результативность только повышается, и, соответственно, дальше мы увидим очень много серьезных шагов, которые делаются. Также сегодня мы говорили, что буквально до отъезда, неделю назад, мы также с группой инвесторов, которая ведет сегодня работу, посещали Экотехнопарк. Я пообщался и посетил дерево, яблоню, которую мы посадили с Алексеем в прошлом году, в октябре. Соответственно, могу отчитаться, что яблоки на ней уже будут, и 8 штук я уже лично насчитал в этом году. Поэтому результативность работы, я могу сказать, крайне высокая, что посажено уже более 4 тысяч саженцев, и в этом году большинство из них уже будет плодоносить. Я могу сказать, друзья, это, ну, скажем так, очень серьезный результат и очень серьезная заявка на то, что там будет появляться и делается все, и расти там будет так же, как те яблони, которые мы сажали в этом году, уже снимается результат. И как раз еще прошу тоже обратить внимание, репортаж, который давал Анатолий Давидович Юницкий, когда он сказал, что мы делаем, а вот Алексей поставил, то есть вот, друзья, фотоотчет о том, что яблоня, это наша с Алексеем посаженная яблоня с именной табличкой, яблоня растет, и 8 яблок в этом году уже будет. Я обязательно еще и попросил, чтобы их сохранили, вот, что мы их обязательно еще и с вами, ну, если не в перископе, то во всяком случае с фотоотчетом мы обязательно эти яблоки сорвем, вот, как первый результат, первые плоды, которые приносит эко-технопарк. Поэтому, друзья, это тоже очень, кстати, интересно, а когда со временем я вам еще и покажу, кто эту фотографию делал, человек, который реально в это время был фотографом, то я вам могу сказать, что это тоже очень-очень-очень серьезно впечатляет. Вот. Поэтому сегодня подход, который заложен именно Юницким, и вот мы были, сзади находятся фабрикой, ну, или механизм, который производит именно уже биоинженерию и гумус, и тоже на вопрос, зачем вам здесь гумус, зачем вы делаете сегодня вот эти грядки, то, что там производится, клубника, которая дает по 3-5 урожаев, даже в условиях Минской области. Соответственно, это довольно-таки северный широт. Вот. И как раз те, кто внимательно смотрел, а я просто ваше внимание сегодня несколько на этом акцентирую, что когда Юницкий сказал, что мы подгружаем грунтом, то есть гумусом, перемешанный с землей, крышу, и за счет этого облегчаем конструкцию, друзья, это тоже один из элементов Скайвея. Что первое, на этом экономится большое количество металлов и бетона, это более 100 тысяч долларов, просто удешевляет количество конструкции. А второе, друзья, это за счет того, что масса дается земле. А второе, это плодородная почва, которая начинает приносить результат, который будет давать, соответственно, и урожай, и озеленение, и хорошую и зону отдыха, и урожайную зону. И это тоже, друзья, совмещение. И это тоже обязательно надо понимать, что это не просто так увлечение гумусом, это не просто так увлечение сельскохозяйством у Анатолия Юницкого, как инженера, который проектирует небесные дороги, а это часть элемента, это часть Скайвея. Потому что в каждом Скайхаусе, то есть на каждой станции, на каждой даже промежуточной опоре будет обязательно находиться, как подгрузка, это технологическое условие, грунт, и этот грунт будет приносить еще и в обязательном порядке результат. Это тоже все будет ложиться в общую конверсию, и, как мы иногда шутим, что за проезд в Юнибусе вам еще и будут давать обязательно с собой, кому яблоки, кому морковку, кому клубнику, выращенную на станции, и, соответственно, это будет неотъемлемая часть проездного билета, который вы будете получать, я думаю, что бесплатно. Ну что, друзья, давайте на этом мы нашу работу на сегодня будем для регионов Сибири и Дальнего Востока заканчивать. В 19 и в 20 в этот раз у нас все по плану, без изменений, мы с Алексеем проводим два вебинара, это уже для европейской части. Дальше, до встречи с теми, кто будет в Германии, мы будем общаться лично. Со всеми остальными, я думаю, что, друзья, я вас призываю и активно прошу поддержать меня через перископ, чтобы вы подключились к перископу. И, соответственно, да, и еще, друзья, у нас 18 числа еще большой телемост, который также будет проходить примерно в это же время, да, в это же время, вот, в 13 часов, и у меня это будет до моего выступления, точнее, после моего выступления. И я еще пообещал Ирине Волковой, что если у меня получится, то я включусь и в телемост, который будет идти в 13 часов. Это когда уже начнутся у нас перерывы и круглые столы. Поэтому у нас суббота очень напряженный день, то есть будет сначала презентация с участием в перископе, потом телемост, где будет обязательно Алексей Суходоев, Ирина, ну, в общем, наш директорский состав SkyWay Capital. И я постараюсь в 13 часов, в перерыве перед круглыми столами, включиться также в работу и отчитаться о проделанной работе в Германии, и отчитаться о проделанной работе вообще за месяц, то, что сделал наша группа и, соответственно, Совет директоров, и наметить планы, которые будут идти в дальнейшем. Ну вот, друзья, для тех, кто уже не будет вечером, я с вами прощаюсь. С кем-то мы еще сегодня увидимся. Вот, поэтому, друзья, строй SkyWay, спасай планету! Продолжение следует...